МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад приветствовать всех и вас, собравшихся в новом концертном зале Екатеринбург-экспо, и тех поклонников КВН, которые, я уверен, сейчас расположились у экранов своих телевизоров. И должен сказать следующее. Состязание, за которым мы с вами сегодня будем наблюдать, среди прочих многосисленных КВНовских действ, новое. Четыре года вот этому жанру нашей КВНовской игры. Называется она «Встреча выпускников». А это значит, что команды, которые в свое время оставили заметный след в истории нашего клуба, через много лет, сохранив свой командный дух, они собрались вновь выйти на КВНовскую сцену. А это, поверьте мне, надо пройти сложный, тернистый путь, путь подготовки к этой игре. Три игры до этого мы проводили в городе Сочи, городе, который КВНщикам знаком. Ну, а сегодня мы здесь. Нас сюда пригласила одна из команд, который участвует в нынешней битве. Несложно догадаться, что это за команда. А пока я традиционно всех вас приглашаю на встречу выпускников нашего клуба. Итак, друзья, я с удовольствием представляю наших выпускников, начиная с относительно недавних. Чемпион высшей лиги КВН 2015 года, обладатель двух наград музыкальных фестивалей, сборная Камызякского края по КВНу, Астраханская область. Чемпион высшей лиги образца 2013 года, обладатель летнего кубка и трех наград музыкальных фестивалей, команда КВН город Пятигорск, Ставропольский край. И, наконец, чемпион аж 2000 года. Последний чемпион, страшно подумать, прошлого века, обладатель летнего кубка и пяти наград музыкальных фестивалей. Ну, а сегодня еще они и среди наших гостеприимных хозяев. Команда КВН «Уральские пельмени», город Екатеринбург. Ну что ж, друзья мои, я сейчас представлю вам жюри. Я очень рад, что я пригласил, и очень рад вдвойне, что он согласился стать членом жюри нашей игры, легендарный лидер легендарной группы «Чаев», город Екатеринбург, Владимир Шахрин. Ну, а дальше, собственно, выпускники, только выпускники. Вячеслав Муругов, генеральный директор канала «Эстэс». Выпускница нашего клуба в юном возрасте, она и сейчас юна, но тогда совсем юный возраст был, когда она играла в КВН. Рад приветствовать Пелагея. АПЛОДИСМЕНТЫ Михаил Голустян. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, дальше совсем просто. Юлий Гусман. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, трепет какой-то почувствовали? Адреналин есть, нет? Ой, даже. Ну, тогда удачи! Спасибо! Ну что, друзья, давайте начнем конкурсную часть. Начнем, собственно говоря, игру. Конкурс приветствия. Посмотрим, о чем каждая команда поведет речь. Смотрим. Сборная Камазякского края по КВНУ. Астраханская область. АПЛОДИСМЕНТЫ Дамы и господа! Сохраняйте спокойствие! Всем оставаться на своих местах! Без паники! Я просто нашел гробкоговоритель! Я просто нашел гробкоговоритель! Let's go! Камазяк! Давай! Камазяк! Еще! Камызяки вновь вернулись, Пусть услышит вся страна. Мы немножечко рихнулись, Поприехали сюда. Для кого-то мы не в радость, Для кого-то просто лайф. Камызяки ваша слабость, Камызяки это как! Эй! Эш-бола-бола! Эш-бола-бола-ла-ла! Мы не балаболы, Мы вам привезли ништяк! Эш-бола-бола! Эш-бола-бола-ла-ла! Мы у Маслякова, Мы все тот же Камызяк! 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 Мистер Кредо, мистер Кредо, заберите, пожалуйста, заберите. Ну что ж, друзья, вы посмотрите, полный зал, ух ты, полный зал, 5000 человек. Ну что ж, Екатеринбург, добро пожаловать не к нам! Ура! Ура, мы снова играем в КВН, мы снова команда. Давненько не виделись, ребята? На этом канале да, Азамат. Славка, чё ты так? Между прочим, сейчас попасть на первый канал очень тяжело. Это надо либо в КВН играть, либо сестру с братом съесть и через «Пусть говорят» выскочить. Азамат, я думаю, людям нужно напомнить, что такое камызяк. О, точно, а ведь человек с прической на губах прав. Нужно объяснить, что такое камызяк, да? Как вам объяснить? Такой вот пример бы подобрать, знаете. Вот смотрите, вот есть коньяк? Коньяк, да? Пятизвёздочный коньяк? Нет. Нет? Ладно, по-трезвому объясню. Хотя, как по-трезвому объяснишь, что такое камызяк? По-трезвому не объяснишь, так что давай, Муха, ты. Ты же у нас тем более один в камызяке остался. Ой, да всё там шикарно в камызяке. Я себе там дом купил, машину, яхту, озеро с лебедями у меня есть. Вот жук, а вот жук. Знаешь, что мы не поедем туда проверять? Кстати, о жуках, друзья. Где Дорохов? Ты где был, крокодил жёванный? Ой, извини, твои слова сказал. Сам ты крокодил жёванный. Успокойся, Дорохов, я тебе сказал, ты что делаешь? Нифига себе, два раза подряд меня крокодилом жёваным назвал. Ты где был, крокодил жёванный? Да я, если честно, побаиваюсь в этом Екатеринбурге выступать. Здесь же царя убили. Так это же давно было. Чё думаешь, народ уже подуспокоился, да? Успокойся, я тебе сказал, успокойся. Ты понимаешь, сегодня очень важная игра. Кстати, с кем играем? С Пятигорском и Уральскими пельменями. Уральские пельмени! Уральские пельмени! Кстати, с повтором или что-то новенькое? Пацаны, вообще не переживайте, у меня в Уральских пельменях отец играет. И кто из них? Да кто угодно, нафиг! Они к нам в город тогда всем составом приезжали. А мать их так любила. Сокричь, я тебе сказал ещё раз. Всё нормально, всё. Слушай меня ты, официальное лицо Уралмаша, блин. Я тебе ещё раз говорю, у нас сегодня важнейшая игра, понимаешь? Важнейшая игра. Уральские пельмени, Пятигорск. Ну что, камызяки, давайте добавим молодёжности в этот сегодняшний пансионат юмора. Летс гоу! Как никогда раньше, погнали! Камызяки, кам, камызяки, простые пацаны, снова передряги. Камызяки, кам, камызяки, чудо-городов, шура-сяги. Знаете, плевали, либо днями, шаленими витрами, на своё место. Ещё раз добрый вечер, Екатеринбург! Давайте начинать. Итак, камызяки, мануальный терапевт. Ложитесь. Давайте ручку даём, сейчас немножко больно будет. Таркази там. Сейчас, сейчас, сейчас. Доктор, я, наверное, завтра не приду. Меня завтра тоже не будет. Продолжаем веселиться. Случай в Кремле. Дмитрий Анатольевич, отгадайте, кто? Владимир Владимирович? Нет. А кто тогда? Друзья, сейчас давайте немножечко отвлечёмся и сыграем в одну игру. Называется «Перекличка». Итак, кто болеет за камызяк, встаньте за тумбу. Ого! Не ожидал, Александр Васильевич! Спасибо огромное! Продолжаем, пацаны! Вашему вниманию школа камызякского контемпа. Готовы? Покажите, пожалуйста, номер. Субтитры создавал DimaTorzok Так, а ну-ка, прекратите! Прекратите! Два взрослых мужика, ёлки-палки. Вы что делаете? Ваши родители вообще в курсе, что вы делаете? Пап, ты же в курсе. Конечно. Да, всё нормально. А до этого чем занимались? Мануальная терапия, но она не пошла. В камызякской больнице целыми днями показывают сериал «Бандитский Петербург», потому что там есть антибиотик. А мы представляем вашему вниманию камызякскую концовку этого сериала. «Бандитский Петербург» Классная песня, наконец-то выучил. Итак, друзья, напоследок наша любимая камызякская мэрия накануне дня города. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Во! Молодцы! Репетируете? Да не, просто синхронно время убиваем. Да, да, да. Ничего себе. Ладно, хватит, дураки, ерундой занимайтесь. Всё, завтра день города камызяк. Кто там из Москвы? Звёзды приезжают, нет? Волочкова может. Ой, не надо! Чё я там не видел? Бузову позовите. Бузова может, но наша церковь против. Боятся влияние потерять. Так, короче... Ой, не приедет и не приедет. Как говорится, баба с возу, а посередине гвоздик. Чего? Ну так говорится. Готовься не летом, а коса на улице. Где так говорится? Ты чё гонишь? Ну вы же сами мне сказали читать побольше. Вот я сразу две книги и читаю. Загадки и поговорки. Хочу наверстать упущенное. Русик, ты не упусти наверстанное! Я же тебе давал, я же тебе давал. Хорошая книга, Уголовный кодекс Российской Федерации. Ой, там сюжет слабый. Просто всё нельзя и всё. Соткнись. Так, короче, ну и что? Звёзды не приедут. Ну и что, сами будем звёздами, правильно? Да зачем? Из бюджета же деньги на звёзд выделяли. Где деньги? Ой, заладили. Где деньги, где деньги? Я отдал деньги мало знакомым женщинам за хорошо знакомые мне ощущения. Да вы же мэр, вы не имеете права себя так вести. Так а ну-ка иди сюда. Ты посмотри, как он со мной разговаривает. Ты неблагодарный человек. Ты вспомни, кто тебе вообще в нашем городе разрешил быть оппозиционером? Кто тебе деньги платит? Ну не вы же. Ну кто, через русика тебе кто передаёт? Ты на кого прёшь, а? Ты пойми, бестолочь, дарённому коню в зубы Так. Нельзя скушать. Руслан, иди сюда. Ты знаешь, что сделаю? Ты сейчас выйди на улицу, там подъедет КамАЗ с полным кузовом щебня. Ну ты увидишь, щебня много будет. Сзади машины встанешь и вот так махни, скажи, давай. И завали себе хлебало. Всё, понял. Висит груша по техе час. Короче, сами будем звёздами. Мы, тем более, вон какие талантливые. Вот дай мне виски с колой. Вот смотри, виски с колой. На, попробуй. Нифига себе, только кола осталась. А ты говоришь, а ты говоришь, лебеди. Я не говорю, лебеди. Чё ты хочешь сказать? Никогда в жизни не говорил, лебеди? Не зарекайся, придёт время, когда-нибудь скажешь, лебеди. Всё, ладно, значит, все будем звёздами. Так, вот ты, с утеплённой губой, иди сюда. Ты у нас кто в КамАЗяке? Я министр сельской внешности. Фига себе, чё это такое? Министр сельской внешности. Так вы меня сами на банкете назначили. Ладно, у нас пенсионеров много в городе, значит, нужна звезда такая. Будешь Михаил Муромов. Подождите, подождите, вообще-то это я, Михаил Муромов. Ой, ё-моё, всё время забываю, что у нас настоящий Михаил Муромов в КамАЗяке живёт. Ладно, всё, артист есть, артист есть. Значит так, что касается салюта. Так, вы нашли четыре сильных лебедя? Да зачем нам лебеди? Ага! Я тебе говорил, не зарекайся. Смотрите, что сделаем. Значит так, мы на огромном баннере распечатаем фотографию салюта, и четыре сильных лебедя по команде поднимут этот баннер вверх. Всё! Люди слышали музыку, люди видели салют. Довольные, разошлись по домам. Да нафига нам вообще такой праздник нужен? Ну, нам-то этот праздник не нужен. А вот нам нужен. Кому нам? Смотрите. Вот смотрите, вот есть мы. Есть мы. Мэр, прокурор, судья, нотариус, да? А есть мы. Ни мэр, ни прокурор, ни судья, ни нотариус. Понимаете? Для нас это праздник, ну чё это день города, да? А для нас это праздник! Это день города, да? Понятно? Поэтому если мы сделаем день города плохо, мы будем недовольны. И тогда мы придут к нам. И сделают из нас нас. Мы же этого не хотим. Не хотим. Мы этого не хотим. Поэтому давайте репетировать. Завтра на нас 10 тысяч нас. Нас. Спасибо. Спасибо большое. Вы знаете, на самом деле мы очень рады, да, тому, что существует такая в нашем клубе традиция собираться выпускниками КВН. И вы знаете, спасибо огромное городу Екатеринбург и уральским пельменям за это приглашение, за огромный такой теплый прием от чистого сердца вам огромное спасибо. Вы знаете, Александр Васильевич, если вы когда-нибудь надумаете провести вечер встречи выпускников КВН в Камазяке, вы как-нибудь заранее, что ли, предупредите нас, чтобы мы успели подготовиться, ну, лет так за 150. Ну, или за год, но тогда получится, что будем играть в поле и у реки. Музыка громче, сучные лица страдают фигней, хотя нам за 30. Делай, что хочешь, он разрешает Екатеринбург, я не прощаюсь. Музыка громче, глаза закрыты, это нон-стоп. Ночью открыти, делай, что хочешь, но не забывай нас, Екатеринбург, я не прощаюсь. Так, друзья мои, продолжаем конкурс, и свое приветствие показывает следующая команда, команда КВН, город Пятигорск, Ставропольский край. Где-то в джунглях Северного Кавказа. Капец тут комары! Господи! Вот она! Вот она! Я не поняла, вы что тут делаете? Оля, Александр Васильевич пригласил нас на встречу выпускников в Екатеринбург. Да. Он там родился, он пусть и встречается. Оля, ты не можешь нас бросить, это наша общая война. Слышь ты, контуженная, с кем ты собираешься воевать? С пельменями. Ну уж нет, я с ними 39 лет воевала. Ну все. Да и чё вы боитесь этих пельменей? Вы максимум облажаетесь перед жюри, а они перед начальством с СТС. Оля, ты снова нужна планете КВН! Арчи, ты же знаешь, я похудела. Я больше не смешная. Ты смешная! Ты смешная, Оля! Слушайте, да что вам дал этот КВН, а? Ну как что? Славу, деньги, уважение. Ну, это мне, а вам? Да все понятно, она просто испугалась. Испугалась. А то ты сказала, 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 сказала. Вот видишь, Катерина, мы с тобой опять по разные стороны баррикад. В смысле? Ну, ты за храм, я за сквер. Кстати, Катюша, а ты в курсе, что в Екатеринбург со своим забором нельзя? Мы не забор, мы люди, да, ребят? Мы люди, мы люди! Вот. А это уже митинг. Да что же делать, господи! А вот с этого весь замес здесь и начался. Оля, Оля, я только что там видела вьетконговцев. Таня, это камызяки. Да. О, а эти тут что делают? Приехали нас на игру в Екатеринбург звать. Ух ты, класс! Таня! Я тебе сколько раз говорила, все! КВНа нет места в нашей жизни, все! Мне не нужен КВН. Оль, Оль, ну кого ты обманываешь? Нет! Опять он получился? Да. Господи, как я устала, я не могу больше, правда. Мы столько лет уже не играем в КВН. Александр Васильевич, почему вы все время перед глазами? Я закрываю глаза и постоянно пишу. Да сколько лет, два года не играли всего? Чего ты драму? Ну, что же ты закриваешься, пиво. Актриса! Актриса! Ты рот свой закроешь, а? Собака ты сутулая! Вы это слышали? Собака сутулая! У меня ж мурашки побежали! Добро пожаловать домой, капитан! Да пошли нафиг отсюда, я сказала! Оль, Оль, Олечка! Имбецилы, блин! Я сейчас ноги повыдираю вам, спички туда повставляю! Вы че, козлы вонючие? А губы-то помнят, а? Ну так что, сыграем? Ой, давайте сыграем. Как говорится, в бой идут одни старики и мы с камызяками. Поехали! Ну что, Урал, встречай Кавказ! Слева горы, справа горы, отдали Кавказ. Долго ехали, хотели, чтоб увидеть вас. Очень сильно захотели снова поиграть. С гор своих спустились, в ваши горы покорять. Друзья, на Урале живет очень много красивых женщин. Но чтобы выбрать из них самую лучшую, здесь ежегодно проходит конкурс «Мисс Урал». Итак, «Мисс Урал-2019». Так, «Мисс Челябинск» здесь, «Мисс Магнитогорск» здесь. Ну что, готовьтесь, буквально через пять минут мы начинаем. Стойте! Стойте! Здрасте! О, успела! Женщина, вы кто вообще? Я участница, куда мне встать? Для начала на весы. Смешно тут у вас. Послушайте, вы не можете быть участницей, потому что все «Мисс Уральских городов» уже давно зарегистрированы. Ха! Все? Да не все! «Мисс Свердловск-91»? Узнали. Послушайте, мисс Свердловск. Да. Во-первых, такого города давно нет. А во-вторых, ну какая вы мисс? Вы скорее миссис. Бурпул? Послушайте, вы не можете тут участвовать, потому что... Подождите! Ну смотрите, вот я вам сейчас на секундочку. Я вообще в теме, в теме. Вот смотрите, идите сюда, чтобы они не слышали. Вот смотрите, у меня, значит, тут вот, то есть, так, шапочка, тапочки, медик. Так, это что вообще такое? Ну мы, мы маленькие же люди. Я понимаю, что мы после конкурса поедем в сауну. Неужели вы решили, что мы возьмем вас с собой? Так, никто никуда не поедет, понятно? Да я, между прочим... Посмотрите на себя, вы же не в форме. А у нас тут, между прочим, будет конкурс бикини. А я как раз и победила в конкурсе бикини. У вас в девяносто первом году был конкурс бикини. Конкурс был, бикини не было. Так, пошла вон отсюда, а. Ну подождите, ну посмотрите меня хотя бы с творческой стороны. У меня, кстати, танец есть под песню «Незабудка». «Незабудка»? Да. О, это уже интересно. Тима Белорусских. Может, это из белорусских, я точно не знаю. Ладно, показывайте и уходите отсюда. Ага, спасибо. Стойте! Вы что творите? Вы, кстати, зря меня остановили. Это очень классный трюк, я его называю «Сальто времени». В смысле? Ну я тогда прыгнула в СССР, а очнулась в СНВ уже. Слушайте, уходите отсюда, пожалуйста. Зря. Мы, между прочим, этим номером минуты слабые закрывали. А, конечно. Не, серьезно. После этого номера минуту слабы нафиг закрыли вообще. Да. А Александр Васильевич тогда еще в жюри сидел, не доставать. Да, Александр Васильевич встал и так громко сказал. Ольга, идите с миром. Да. Только матом. Все, я пошел за полицией. Я с вами. Это лето ознаменовалось скандальной новостью о том, что Брэдли Купер бросил Ирину Шейк и ушел жить к Леди Гаге. И все бы ничего, но Ирина Шейк – женщина с Урала. А уральцы таких вещей не прощают. Итак, Лос-Анджелес – особняк Леди Гаги. Ах, ты сучка, ты кр... Ты че, не накрашенная? О, испортила тете такое красивое появление. Can I help you? Себе помоги. Who are you? Сама туда пошла, посылает она меня. Who are you? Я теща вот этого крокодила, который Ирочку мою дочечку бросил, на тебя променял. I don't understand you. А, не понимаешь? А ты в Инстаграме под своим постом комментарий наших почитай. Тебе там столько напихали. Быстро русский у меня выучишь. О май гад. Твой, твой гад. Мы, слава богу, отмучились. Брэдли? Yeah, baby. Yeah, baby. Нарисовался, не сотрем. Мама! Еще раз меня мамой назовешь, я тебе руку сломаю. Сначала руку сломали, чтобы мамой называла, теперь наоборот. Брэдли, какая ты все-таки свиня неблагодарная, а? Я вам все с Иркой условия сделала. Деда переселила из вашей комнаты, чтоб не мешал. Занавеску в летний душ повесила, чтоб ты не стеснялся. Батюшке, было б там на что смотреть. И ты променял Ирку на вот это, вот это, я не знаю, цаплю обезвоженную. Не указывайте мне, кого выбирать. Если мы вам, американцам, не будем указывать, кого выбирать, вы даже Трампа не выберете. Послушайте, ваша Ирочка не такая уж и идеальная. Ой, ты тоже не харатьян. Да почему вы, русские, так к нам с Леди Гагой прицепились? Это из-за закона. Да какого закона? Вот такого, потому что на власть запретили ругать, а ругать кого-то хочется. Ты что, домой едешь, нет? No, нет. А ты в курсе, что Иркин бывший этот Роналду? Гей. Это все слухи. А ты знаешь, кто эти слухи распустил? Мама! Мамур! На сегодняшний день бои без правил – один из самых высокооплачиваемых видов спорта. Неудивительно, что именно эта информация побудила обычную пятигорскую семью прийти в этот беспощадный вид спорта. Люба, а что происходит? Валера, сюрприз. Люба, а почему я в спортивном костюме? Я что, опять в больницу ложусь? Ну, это Валера сейчас от тебя будет зависеть. Дамы и господа, добро пожаловать на бои без правил! Люба, бои без правил! Валера, Валера, если ты выиграешь, нам премию заплатит бойцовская федерация, ты понимаешь? А если проиграю? Пособие Российская Федерация. Ну и мы и там, и там выиграем, понимаешь, Валерочка? Люба, да какое пособие? Я не хочу здоровья терять. Валера, ты и девственность не хотел терять. Иди, я сказала. Люба, я туда не пойду. Вот проси, что хочешь. Проси, что хочешь. Ладно, пошли домой. Но с этого дня ни капли в рот. Все. Люба. Что? Сколько там раундов? Вот и хорошо. Давай. Встречайте в правом углу чемпион в супертяжелом весе Хуан Моралес по кличке Сокрушитель. Тихо, 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 тихо. Люба, я не понял, это что, в трусах надо драться? Валера, только не говори, что ты... Ну, Люба, ну ты что, ну хорош. Ну просто они, ну, мягко говоря, ну, не парадные. Брюки закатывай, давай. Переходим к церемонии взвешивания. Хуан Моралес, 124 килограмма. Нифига себе, Люб. А? Что, может что-нибудь в карманы подложим, а? Есть что-нибудь тяжелое? Жизнь с тобой подойдет? Иди давай. Валера, 124 килограмма. Что? Люба, как так? 20 лет в мясном, я взглядом могу весы подкрутить. Все. Переходим к битве взглядов. Так, зло на него смотри. Ага, иди. Люба, да я не могу злиться, когда мне страшно. Валера, ты что, дурак? Люба, да он вблизи, один в один ты. Кулаки вообще вылитые. Ну, я не удержался. Дамы и господа, ну, а теперь трэш-шток. Валера, трэш-шток надо выдержать, понятно? А это что такое? Будешь обзывать, он на тебя, а ты на него, понятно? А что я ему скажу? Ой, ну не знаю. Помнишь, как я тебя называла, когда ты скумбрию в наше свидетельство о браке завернул? Ага. О той говори, давай. Ступида, кубеса муэрта. А я с тобой у шлепок разведусь. Валера, ты дурак, что ли, совсем, а? Бой начинается! Что? Давай, давай. Уже? Ну, вот и все, Люба. Скорее всего, Люба, мы с тобой уже никогда не поговорим, поэтому я тебе должен кое-чем признаться. Первое, когда ты меня из кухни зовешь, а я не иду, я на самом деле все слышу. Второе, когда я тогда на машине назад сдавал, я на самом деле видел твою маму. И последнее, Люба. Я с Ленкой, соседкой нашей, договорился прицеп на выходные взять. Ой! Валера, зараза, что ж ты мне все портишь постоянно? Какина такая? А, нет, там у тебя. Спасибо. Александр Васильевич, вы знаете, мы проанализировали тут последние наши игры, и вот что заметили. Вы нас, когда возили во Владивосток с камазяками, мы там проиграли, да. И потом мы возили в Казахстан, тоже мы с камазяками ездили, там казахам проиграли. Вот, сейчас вы на Урал привезли с пельменями, играем. Скажите честно, вы нам мстите, потому что мы на другой канал ушли? Александр Васильевич, вы знаете, КВН же для нас это школа. Неважно, чем мы занимаемся в жизни. Самое важное, что вы наш первый учитель, и вы вот здесь. Рада видеть вас очень. Ну что, ну как он? Ну как? Молодой, красивый, сияющий, как всегда. Но чуть-чуть невнимательный. Без пяти, семь, Александр Васильевич. Ну что, дорогие друзья, из Пятигорска с любовью, в Пятигорск с часами. Спасибо. И, наконец, последнее на сегодня приветствие представляет команда КВН «Уральские пельмени. Город Екатеринбург». Здравствуйте. Здравствуйте. Парни, там все подтвердилось Там реально КВН Василич не врал Все, Калуга, иди А что я-то? Иди давай КВН, КВН Слева К, справа Н Это знает всякий Сдавайтесь, камызяки Вот что сначала со своим инструментом приходить Логика не наш конек Наш конек горбунек Обыграем жестко команду камызяки А вот что сначала со своим инструментом Да Дима, ты играй Пять тысяч человек ждут А мест в зале пять тысяч И пять тысяч все по пять тысяч Взять бы эти тысячи Да махнуть к бабищам Сокол Что ты говоришь такой Ким бабища У меня Светка в зале сидит Ты что, меня башко-то рвет вообще Да махнуть в мытищи Так нормально Где живут бабищи А мы просто не поняли С каким инструментом приходить Поэтому пришли без инструмента вообще Слушай Ты нас опять в КВН затащил, что ли? Дима Мы уже пенсионеры А ты нас работать заставляешь Так это к другому Диме вопрос И снова в КВН-е Уральские пельмени Ну привет, Екатеринбурга Добрый вечер, друзья Не надо, не надо, не надо Не останавливайтесь Так, сразу отвечаем на все вопросы Сразу одним ответом Мы еще в форме Нормально Под современную мелодию, да? Под музыку сбасали вообще Да мы, знаешь, еще можем помолодежнее Вот смотри, как Сокол ЛДЖ показывает Какого ЛДЖ Скорую вызывай? Шутка Да не, нормально, нормально Просто здесь, постой Ну что, парни Кто с нами играет? Та-та-та-та-та-та-та канале выяснить, кто смешнее, ТНТ или СТС. Слушайте, я вообще не понимаю, ну откуда это встреча выпускников? Раньше было все понятно. Начало сезона, Юрмала, Кубок, Финал. Ты вообще не в курсе, что в КВ не происходит? Юрмала сейчас в Калининградской области. Я что, пропустил что-то? А когда референдум был? Друзья, мы 20 лет готовились к этой игре. Накопили кучу материала. Итак, представьте, тетя Ася приехала к Скуратову в баню. Погоди, погоди, стоп, 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 какой Скуратов? Реально, серьезно, мы же вообще не представляем, как сейчас в КВН играют. Надо срочно спросить кого-нибудь. Да не надо никого спрашивать. Будем свой КВН играть. У меня на роже мороженое. Я подрался в кафе мороженое. И теперь и рожа моя, и мороженое. Перекореженные, перекореженные. Как все-таки притки и метки эти, блин, семилетки. Так, кого спрашивать будем? Давай спросим у тех, кто с нами в одно время играл. А че далеко ходить-то? Вот Пелагея вместе с нами в КВН играла, а? Да. Ну, девочка, маленькая девочка. Ну, с Новосибирском мы когда играли, ты сказал, девочка, иди отсюда, здесь дядя водку пьет. Похоже, да у нас сегодня эта водочка-то аукнется. Как я мог такое сказать? У меня во рту водка была. Тогда мог. Так, ладно, ребят. Сергей, ответь мне на один вопрос. Серьезно. Когда мы, наконец, поженимся? Ты че, придурок, что ли? Все, понял, 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 понял. Максим, когда мы, наконец, поженимся? Реально, Димон, ты че несешь? С ума сошел? Все, все, все. Свет, ты видишь, не я один так отвечаю на этот вопрос. Это нормальная мужская реакция вообще. Все мужики так говорят. Все, Свет. Да, да, да. Надо срочно, срочно вспоминать, как сейчас играют в КВН. А давайте нашу молодежь спросим. Молодежь, идите все сюда. Да не здесь-то че. Вы че? Они же с нами не играли в КВН. Да ладно, че-то, если Александру Васильевичу никто не скажет, он вообще ничего не заметит вообще. Будем надеяться. Так, молодежь, что сейчас в КВН модно, что показывают? Ну, короткие миниатюры. Показывайте. Случай у роддома. Кто? Кто? Кто там у меня? Я выпала просто. Че, это смешно, что ли? Александр Васильевич Масляков, Александр Васильевич Масляков, а вон те молодые с ними в КВН не играли. Так, ты че, отвязался что ли? Пошли отсюда. Да блин! Азамат, это нечестно. Нечестно людям говорит, что у тебя лицо вместо лица. Пошли, я сказал, все. Вот, кстати, сейчас в КВН модно, чтобы в каждой команде был фрик. Сейчас без фрика вообще не выиграть. Блин. У нас вообще ни одного фрика нет вообще. Все красавцы прямо вообще. Аполлон к Аполлону прямо вообще. Не пояснишь, я серьезно говорю сейчас. Не, ну хотя бы один был бы урод, да? Ну хотя бы один какой-то уродец с какими-то отклонениями, хотя бы каким-то десертником, каким-то маломальским, каким-нибудь неадекватным какой-нибудь. Ты что, опять отвязался что ли? А! Это ваш? Все, извиняюсь. Продолжайте. Слушайте, а давайте так. Идет песня. А по щекам хлещет лоза. И выходит реально Юрий Лоза. И хлещет по щекам. Слушайте, если мы скажем давайте, что будет интереснее? Да вы вообще ничего не понимаете. Давайте идите отсюда. Молодые, давайте мне кого-нибудь. Да не бойся, ты говори, что хочешь. Соколов. Я. В твоих поступках не было логики. Но я не умею жить по-другому. Сто шагов назад. Раз, два. Тихо. На пальцах. Больно, 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 больно. Сто шагов назад. Тихо. Соколов. Ну что, как детский сад, ну ей-богу. Ну что, серьезный человек. Ты в КВН играл еще, когда президент Украины в кожаных штанах ходил. Так ты про тот КВН. Давайте тогда играть в тот КВН. Дети, бегите. Мы вам честно соврать хотим. На девчонок похожи как один. Мы же только что спели соврать. Ну что, инженеры, пошутим? Обязательно. А пойдемте в лес. А пойдемте. Ой, смотрите. А что это там? Где? Ну вон же, вон же там. Где? Так это же реклама на ОРТ. Билли, какой-то ты странный. Что случилось? Это скитлстрянка. А она заразна. Смотря чем мы будем заниматься. Вы что за нами песок подметаете? Это алмазы. Какие алмазы? Балдяк, что ли, шентрапа. Так, стоп, КВН. Идите все сюда. Друзья, Александр Васильевич, уже много лет вы делаете большое нужное дело. По всей стране собираете инженеров, военных, спортсменов. И меняете им профессию. И мы очень яркий пример именно этого. Когда уже все уральские пельмени стоят на этой сцене, хотелось бы сказать, что... Опять Сережу забыли. Стоило на какие-то 15 лет в Москву уехать. И все, живи своей жизнью, иди обратно воруй. За шацом, слава богу, ты пришел до нашей. Дима, ну мы же с тобой друзья. Ну почему вы все время меня к себе не звали? Ну ты бы отказался. А ты нас что к себе не звал? Так вы бы согласились. Макс, Макс, ну отойди, Дим. Слушай, мы с тобой в одном магазине покупали крышу. Че? Мы с тобой одной кровли. Смотри, какая шутеха. Я еще в форме вообще, нормально. А ты? А ты? А ты кто вообще? Извините. Рожков. Господи, что они с тобой сделали? Я же тебе говорил, не переодевайся ты в бабушку, да добра это не доведет. Я Ксюша. Ксюша, Рожков, это ужасно. Здорово, Мясников, ты без гитары вообще другой человек. Ребят, я сегодня ради вас специально в жюри не сел. А зря. Хоть какую бы пользу принес. Да вы аж охренели что ли? Я вам выиграть помогаю. Я про каждого в жюри знаю компромат. Знаешь, что там Галусян делает? Че? Он донор бороды для Гусмана. А шахрин почему в жюри? Макс, Макс, ну отойди. Шахрин сидит в жюри, потому что плохо играет в карты. Кто? Шахрин? Шахрин пейшь. Александр Васильевич, ну возьмите меня обратно в КВН. Просто на коленях. Александр Васильевич, я буду с утра до вечера вам шутки писать. Я придумаю что-нибудь такое, что вы удивитесь. Такого еще в КВН никогда не было. Серега, ну, ты с вами виноват, ты уехал в эту Москву, как бы сейчас уже не настоящий уралец. Я не уралец? Это я не уралец? Сейчас я вам покажу. С начесом. Ну все, вот теперь видим, что ты в форме. Давай к нам, Серега. Что ж такое? В шоу-бизнес хочешь снимать штаны, в КВН вернуться снимай. Что за времена вообще-то? Друзья, мы в КВН сделали все. Мы стали чемпионами, выиграли летний кубок. У нас кивины во всех металлах и во всех цветах. Нам осталось последнее дело. А все знают, что последнее дело — это бить женщину. Пелагея. Поздравляю. Сейчас выводите в историю. Это надо сделать для игры. Ну, надо так надо. Свет, ты слышала? Вот ответ нормальный, понимаешь? Пускай даже не совсем адекватная просьба. Надо так надо. Я тебя один раз попросил переодеться в костюм стюардессы. Респект. Вот прямо респект. Хорошо. А если честно, друзья, нам очень приятно вновь оказаться на КВН-овской сцене. И мы с ребятами обдумали и решили сказать. Мы идем в сезон. Вот и Александр Васильевич обрадовался. А не спеши ты нас хоронить. Можем мы стариной удыхнуть. Вот так сильно мы любим игру. Да и просто хотелось бухнуть. Двадцать лет хотели вам показать. И теперь мы вовлажаем мечту. Как по щекам клещет лаза, Возбуждаясь на нагаду. Это станет правда лаза. И впервые не на плату. Мы играем, была не была. До сих пор мы на кураже. Пускай дома детей мало-мало. И при чем? Это внуки уже. У нас дома детей мало-мало. Да и просто хотелось пожить. Привет, Леонид! Ну что, друзья, первый конкурс завершен. И приглашаю все три команды на сцену, чтобы они услышали первое решение нашего жюри. Прошу команды под наши аплодисменты. Итак, я хочу напомнить судьям и сказать командам, если они об этом еще не знают. У нас три конкурса. И за все конкурсы, которые сегодня играются, высшая оценка одинаковая. Пять баллов. Прошу, сборная Камазиакского края. Пожалуйста. Пять, 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 пять. Вы так держать будете, а я просто команду называть? Или попробовать все-таки другую команду? Прошу. Город Пятигорск, Ставропольский край. Так, очень интересно, что же вы сейчас в этой аудитории поставите команде «Уральские пельмени». Очень интересно. Ваша оцена. Так, я хотел обратиться к редакторам, чтобы они сказали, какой же в итоге средний балл у каждой команды. Но тут и я справился. Сейчас мы проделаем то, что в последнее время не часто практикуем в играх КВНовских. Мы сейчас сыграем в разминку. И играть будем, ну знаете, такая совсем классика. Каждая команда задает вопрос своим соперникам. А потом, может быть, посмотрим, как дело пойдет. Может быть, я и членов жюри подключу к участию в этом конкурсе. Итак, друзья мои, давно я этого не говорил. Кто хочет предложить вопрос своим соперникам, подходите к микрофону. Друзья, а вам не кажется странным, что мы сегодня играем с уральскими пельменями в Екатеринбурге, в их родном городе? В жюри сидят Вячеслав Муругов, работодатель команды КВН «Уральские пельмени». Владимир Шахрин, друг и земляк уральских пельменей. Пелагея, как оказалось, однажды играла в КВН в одно время с уральскими пельменями. Михаил Галустян, друг Сергея Светлакова из уральских пельменей. Внимание, вопрос. На кого в тотализаторе поставил Гусман? Ну что, друзья, обычно 30 секунд я могу засечь или, учитывая, в общем, возраст участников, как добавить немножко времени, как справитесь, так и отвечайте. Прошу, кто? Давай, Атамат, вопрос. Оля, по-твоему, на кого в тотализаторе поставил Гусман? На тех, кого никто никогда не учил. Гусман задумался. А у тебя ответ свой. Конечно. Прошу. Ну, на наш взгляд. Итак, на кого в тотализаторе поставил Гусман? Юлий Соломонович не до конца разобрался в ситуации и поставил телефон на зарядку. Ну, положим. Прошу, уральские пельмени, ваш вопрос. Давай, Дим. Много текстов, я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мною мчалось, за мною вслед. Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым удивительные звезды дарили свет. Лето, ах, лето, ах, лето звездное, звездное, будь со мной. Бабу тебе надо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не знаю, вопрос не прозвучал, но ответ можно засчитать, по-моему. АПЛОДИСМЕНТЫ Уже не надо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопрос ты будешь задавать, Дим? С удовольствием. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мною мчалось, за мною вслед. Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым удивительные звезды дарили свет лето. Ах, лето, лето звездное, звончий поезд. Сейчас попрошу опять Картункова выйти. Не заводите меня. Азамат, а ты что стоишь? Я жду. Да все ждут, понимаешь? Сначала начинай сейчас. Тебе с какого места? Как угодно. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ча-ча-ча. У тебя свой ответ? Ну, конечно. Зачем заканчивать уже дважды законченную песню? Если можно закончить незаконченную. Все не то. И все не так. Когда твоя девушка Собчак? Чего вдруг, я так и не понял. Сокол, она болевшим, видно, что это такое. Друзья, у нас на Кавказе длинные волосы и серьги разрешают носить только женщинам. Поэтому мужских рок-групп у нас нет. А какие вы знаете забавные случаи несовпадения желания с возможностями? Дядя Сокол, мы тебе бабу нашли. Он не подтянет меня. Спасибо. Оля, есть свой ответ? Какие вы знаете забавные случаи несовпадения желаний и возможностей. В Екатеринбурге, в Тато-салоне, мужчина хотел наколоть храм, но пришли люди и отстояли сквер. Спасибо. Хамазяки, ваш вопрос. Уважаемые команды, вы уже все состоявшиеся люди. Скажите, пожалуйста, а что вы не можете себе позволить? Сокол вышел. Повторяй. Дядя Сокол. Да, мальчишка. А что вы не можете себе позволить? Отказать Александру Васильевичу. Свой тогда ответ. Да. А что вы не можете себе позволить? А мы можем позволить себе все. Даже использовать разминку не по назначению. Вячеслав. А, Оля, мы можем пропустить. Подожди, подожди, Оля. Оля, Оля, Оля. Оля, он просто стоял спиной и не замечал. Да, извини, пожалуйста. Нам нечестная победа не нужна. Итак, Оля, а что ты не можешь себе позволить? Я не могу себе позволить пельмени. А я бабу. Свой ответ давайте. Мы можем позволить все. Даже использовать разминку не по назначению. Вячеслав, слово тебе. Если в вашем доме праздник Свадьба или юбилей Значит, нужен вам ведущий Закажи меня скорей А если корпоратив Закажи весь коллектив Восемь, девять, сорок два Сорок восемь, два, ноля Единственная просьба Предоплата за три дня На заказывай скорей Сорок тысяч плюс диджей Спасибо Им, значит, можно петь песню, а мне нельзя? Ты же спел свою Так, я понял, что сейчас я попрошу членов жюри Вот кто хочет какой-нибудь вопрос задавать Или все... Голустян, давай вопрос Привет, ребят Я когда участвовал в вечере встречи выпускников Призом была бутылочка игристого Это в Сочи было Сейчас в Екатеринбурге приз, я так понимаю Такие драгоценные камни местные Вопрос, где будет следующая встреча И какой будет приз? Где будет следующая встреча И какой будет приз? Миш, а что тебе здесь не нравится? Здесь как в Сочи И девочки, и песочек Оля, где будет следующая встреча И какой будет приз? Ну, я думаю, в Пятигорске Если, конечно, Александр Васильевич захочет вернуть свои часики Хотите? Вон она че Ты ж дома должен быть Эмона Ну че, вот это уже интересно Ну давайте... Я тебя на хозяйстве оставил Да, Шарик, а зачем? Зачем ты пришел? Че стоим, че не работаем? Паспорт не верну Сережа, где будет следующая встреча И какой будет приз? А у нас город такой Уехал, это уже праздник Есть еще варианты? Ну давай Александр Васильевич, у нас просто объявление Я уже видел, видел, слышал Все видели уже Нет, еще одно Не в зачет Просто мы хотим предупредить Десятое ряд, тридцатое место Пожалуйста Помашите рукой Помашите Десятое ряд, тридцатое место Предупредить Хотим вы там Увернитесь Потому что мы в домашке туда копье будем кидать Все, спасибо Так Че ты опять вышел? Азамат А где логика? Красавчик, помоги! Подсказка Это... Так вот, чтоб вы знали Это КВН Логика необязательна Так Пелагея Так, друзья Друзья У меня музыкальный вопрос И, вероятно, музыкальный ответ Итак Валенки Ой Пожалуйста Ну здравствуй Здравствуй Я не могу Валенки Ты Да Валенки Лето Мне Нужны На Урале Потому что Лето Ах, лето Лето Звездное Гроб Ну давай Последний раз Давай Валенки Ой Валенки Ой, как пельмени Стареньки Вот теперь Я честно говоря Не знаю Как вы будете Разбираться Пять баллов Есть Надо как-то Оценить Разминка Сборная Камазиакского края По КВНу Пять баллов Максимум Пять Четыре Пять 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 Следующая оценка Опустите Володя Следующая оценка Команда Город Пятигорск Пять Четыре Пять Четыре Четыре Спасибо И последняя оценка Уральские Пельмени Уральские Пельмени Пять 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 Четыре Три Так Ну теперь Редакторы Наши Уважаемые Что у нас Получилось Что Там-то Все понятно Было Визитки Итак Средний балл За два Конкурса Команда КВН Пятигорск И пельмени По Девять Целых Четыре Десятых Балла Команда Клэн Камазяки Девять Целых Восемь Десятых Балла Вот такие оценки Перед Заключительным Конкурсом Музыкальное Домашнее Задание Давайте Посмотрим Что же Тут Получилось Итак Музыкальное Домашнее Задание Город Пятигорск Ставропольский Край По мотивам фильма Мальчишник Вегаси Команда КВН Город Пятигорск Представляет Девишник В Екатеринбурге Итак Гостиница На следующее утро После игры Пятигорск Пятигорск Танечка Таня Мне не наливать Я на антибиотиках Таня Ты же девочка Шкаф Тань Какой ты шкаф Это просто такая фигура у тебя Шкаф Открой Спасибо вам Женщина А А что вчера было? Встреча выпускников Блин Я хоть одну свою встречу выпускников Запомни или нет Это ненормально Это ненормально Это неправильно Просто такого не может быть Не должно быть такого Что случилось? Катя Катя Точно Господи Как я испугалась Боже 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 Саша Да У тебя все хорошо? Слушай Ну у меня два варианта Либо я сейчас найду свои вещи Либо пойду в номера и полотенце поменяю Ужас Подождите А какое мы место вчера заняли? Ну точно не второе Почему? Ну судя по тому как мы выглядим Либо мы выиграли Либо очень сильно проиграли Да что ж такое-то Здравствуйте Вот мы и пришли А вы кто? Мы стриптизеры Даже одежду Одинаковую купили Как вы сказали А зачем? Так вы же вчера обещали Сделать из нас команду КВН Ааа Ну Да Мы обещали Мы сделали Поздравляю Вы теперь команда КВН Идите репетируйте Хоп Ой девочки Я прям чувствую Что мы Ой-ой-ой Сколько всего натворили вчера Капец Ой кошмар Ну бабы Вы больные Прибольные Вот реально больные Господи Что же там было Господи Ну че Как тебе в телеке А? Кошмар Блин ребята Всем так плохо Или одному мне А? Как голову Тихо-тихо Владушка А вот это У тебя в руках Это откуда? Это? Ага Это мне Галустян дал Подождите Галустян же в жюри Это че Получается Кубок наш? Не факт Он ко мне подошел Говорит Парень А ты армянин? Я говорю Ну да Он говорит На брат Подержи А я пойду Посмотрю Что еще можно взять И убежал Какое место Что-то круто Слушайте А че мы паримся Я сейчас Александру Васильевичу Позвоню И спрошу Кто победил Точно Звони конечно Господи Хоть бы одетый Фарши А блин Напугал Так подожди А у тебя откуда Телефон Александра Васильевича? Ребят Я сам в шоке Короче Рассказываю А ну Вчера подходит Ко мне Александр Васильевич После игры И говорит Арчи Ты сделал эту игру Да ладно Да Прикиньте Говорит Не знаю Как тебя благодарить Говорит Вот возьми Мой телефон И туфли Ну я телефон взял Туфли Не подошли Офигеть Ну надо же Ты серьезно что ли? Да нет конечно Я тоже нифига не помню Да ладно Гусман звонит Да Юлик Привет Ой да откуда Я сам зарплату жду Да Я почему-то думаю У них такие отношения Слушайте Да кто вчера выиграл Да никому знает Всем привет Всем отличнейшего настроения Дорохов Я не поняла А что такой счастливый-то? А что вы не помните? Нет Нет Вообще не помните? Нет Спасибо 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 Я думал я один такой О господи боже Подожди А ты куда? Без понятия Да что ж такое Слушайте Я кажется придумала Чтобы понять что было вчера Нужно просто вернуть себя В то же состояние Как мы это сделаем? Да просто капните мне коньячку А ну давай Катя ты где? Я на набережной На набережной чего? Челнов Нет 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 Катя Ты должна быть сейчас в Екатеринбурге Поняла Ага Все я в Екатеринбурге Вижу сцену и иду Отлично Ух ты Что случилось? Гусман пригласил меня на танец Юрий Соломонович Ух ты Ух ты Господи откуда он знает стольку? Катя 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 Не забывай Зачем ты там? Все все он ушел Я вижу нашу домашку Про что она? Про то что мы не помним Про что она? Да просто Господи что боже мой Сейчас что происходит? Вы сейчас попытаетесь вернуть меня в прошлое Нет нет Катя Только не пей Нет 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 Поздно я на набережной Да что ж такое? Она попала в петлю времени Надо ее вытаскивать Вытаскивать Катя 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 Потом пошли по камерам посмотрели Это она нам что-то подмешала Поэтому мы ничего не помним Оля А ты ничего не хочешь нам сказать? А хочу Знаете хочу Это я вам подмешала Чтоб вы ничего не помнили Да правильно Да зачем? Да потому что мне надоело Вы вчера стояли на сцене Опять прощались с КВН Жюри с Александром Васильевичем А мне надоело Я хочу играть в КВН Понятно? А если вы не хотите Вон бог Вон порог Чешите давайте И как ты собралась играть одна? Да Почему одна? У меня есть одна очень молодая Перспективная Сексуальная команда Мальчики сюда идите Ну вот встречайте Новый состав Команда КВН Город Пятигорск Мальчики давайте Как я вас учила Возвращение Пятигорска Люди ждали очень много-много лет На вопрос Когда вернутся Вы получите Немедленный ответ И там шальная Картункова В объятиях юных стриптизеров Прославляет Пятигорск Она гуляет Она пошляет Мама! А мы вообще домой едем или нет? Дочечка, а ты че тут делаешь? В смысле че я тут делаю? Ты мне сама вчера ночью написала смс Дочь, я в беде и скучаю Вот я и приехала О, господи! Прикалываюсь Это же КВН, мы прикалываюсь Это уже не смешно И ты говоришь, что я не смешна? Да что ж такое, а? Ты смешная Ты смешная Да, мам, ну я серьезно Ну хватит уже играть в КВН Ну наигралась Поехали домой, а? Да ну вы че Ну вы че, издеваетесь надо мной, что ли? Ну подожди, не кричи Я сейчас объясню Я хочу видеть мать Без цифры в верхнем углу Дочь, ну мне позвонил Масляков Но я не могла отказать Мам, за десять лет один раз Могла бы трубку и не взять Да я ей не брала Он во сне приходил Ну и там уже нас всех На Урал пригласил Мама, я так сильно скучаю Доча, я тебя понимаю Последняя игра, обещаю я Веришь мне? Да ты уже пять лет обещаешь Скоро уже бабушкой станешь О господи, их больше станет В смысле? В смысле бабушка? Ты серьезно сейчас что ли? Мам, ну вот странно получается В КВН играешь ты, а шучу-то я Дочечка Если б мама так шутила Мы б с тобой сейчас не на сцене стояли А в маршрутке ехали Зосем на руках И грустным лицом Что на базаре его не продали Ой, блин Может и правда действительно пора уже Ребят, сейчас я с Александром Васильевичем поговорю Давай Ну привет, Масляков Я сейчас сразу объясню Александр Васильевич просто строчка не входит Поэтому потерпите, ладно? По старой дружбе Потерплю Ну привет, Масляков Вот твоя блудная дочь А вот там вот стоит Твоя блудная внуч Короче, не получается с песней Все, Александр Васильевич, спасибо вам огромное Вот давайте, все, поигрались и хватит И это, если уж такой уже звоночек Пришел мать домой звать Надо же что-то прислушиваться Не звоните мне, пожалуйста Давайте уже как-то взрослеть И сотрите мой номер телефона На вторую симка Мам А, все, я шучу, я шучу Снова выступаем на сцене Снова Петербургском эре Снова признаемся в любви и грех Никогда тебя не забудем Спасибо вам, уральские люди Снова прикоснулись к твоей мечте Спасибо С любовью из Пятигорска Музыкальное домашнее задание Версия команды Сборная Камазякского края По КВН Как вы уже поняли по нашей команде В Камазяке много межнациональных браков И где, как ни в Екатеринбурге В месте, где проходит граница между Европой и Азией Нам показать эту историю Итак, смотрим Есть на свете земля, что зовется Урал Там граничит с Европой Восток И живет там семья, и пришла к ним семья Ведь детей их настигла любовь Казахская дочь И русский сынок Друг друга нашли Его родаки меня сватать пришли Побежали Азамат! 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 Азаматина! А! О, ты чё, барашка зарезал? Да нет, зауселец оторвал Э, а ты чё в одном ботинке? Да, это старая история, я тебе потом расскажу Ладно, ты давай собирайся Сейчас родители жениха нашей дочери к нам знакомиться придут Да ладно, они казахи? Нет Ну они хотя бы богатые? Я же говорю, они не казахи Просто хорошие люди А, просто хорошие люди? Русские что ли? Да Так что ты давай не волнуйся А то я тебя знаю, когда волнуешься, начинаешь песни свои дурацкие петь Ладно, всё, хватит перестань Самое главное, не волнуйся Ты когда волнуешься, начинаешь свои дурацкие танцы танцевать Ты можешь рот свой закрыть? Кими на бебеттама, кими на феттама, нафиттама, фаттама, сама на сет Ребята, я тебе сказала Война, война взяла Алкадий Ой, Алкадий говорю, Аркадий Азамат Тахирович Валентина Степановна Магриппа Харипулаевна Я не понимаю Магриппа Харипулаевна Всегда вот в этом месте, елки-палки Магриппа Харипулаевна В одно слово вылетать должно Магриппа Харипулаевна Всё, начинаешь, не останавливаешься Магриппа Харипулаевна Много букв, возьми много букв Вот так в рот положи и выплёвывай Магриппа Харипулаевна Я не знаю, у меня всегда в этом порядке вылетает Магрипа Хрипулаевна, ну простое же имя Как будто кулер новую бутылку поставил Магрипа Хрипулаевна На машине с асфальта на обочину Магрипа Хрипулаевна Гаишник в окно стучится Тук-тук-тук Маргарита называть могу? Конечно, конечно Маргарита, конечно, только она отвлекаться не будет Маргарита, ты же не будешь отвлекаться? Нет Ну, слушайте, нам было бы стыдно прийти с пустыми руками И, собственно говоря, нам стыдно Вы понимаете, какое дело? Я просто все деньги в биткоины вложил Ой, биткоины сказал, пропил Да ничего страшного, у нас Азамат вообще в одном ботинке ходит Ой, ладно, я тебе сказал же уже, потом расскажу Пойдемте тогда садиться, знакомиться Я так хочу, лан-фрэ, лан-фра И я хочу, голубка До свадьбы нам, увы, нельзя Но я лишусь рассудка Лан-фрэ, лан-фра Нельзя, нельзя Давай хотя б лан-та-ти-та Эй! Какой тебе еще лан-та-ти-та, елки-палки? Ты кто такой вообще? Это мой сын Иди отсюда! Иди отсюда, красавчик! Так! Отставить разговоры, слушать меня сюда Говорить буду отсюда Я человек военный, в качканаре служил Значит так, у меня все должно быть по плану Я тут накидал план на свадьбу Послушайте Первое Нам нужна водочка 14 ящиков, ни больше, ни меньше Второе Нам нужен ответственный, непьющий человек Который с утра встанет и привезет эту водочку Я, соответственно, отпадаю, да? Третье На всякий пожарный, чем черт не шутит Еще два ящика водочки надо взять Ну че, как думаете? Водочки не маловато? Он сумасшедший какой-то Смотри, что он говорит Азамат, поспешные выводы, как всегда Вот с вашей стороны сколько человек будет? Ну мы так посчитали, человек 20 будет Заткнись, э! Мы так посчитали, человек 20 будет Вы с ума сошли, что ли? Это много, 20 человек Это что такое еще? С нашей стороны тоже люди будут, наверное? Это что, 920 человек на свадьбе, что ли? Кстати, нам же ведущий нужен на свадьбу Да заткнись, а! Нам же ведущий на свадьбу нужен А зачем нам ведущий? У нас Азамат вот хорошо песни поет Ну бывает иногда Ну спой Фристайло! Ф-ф-ф-фристайло! Вакамакафо! Требью! Эх ты! Мясо нашел? Ты всегда в этом месте мясо в зубах находишь Тогда сама давай У нас у Магрипы зубы-губы говорят Она у нас и анекдоты знает, и песни поет А ну-ка давай, Магрипа, спой нам анекдот Застрял, когда лев где-то между берез Заяц к нему подошел Лев говорит, помоги мне Но Заяц другой решил Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чо там было Ки-чи-чи-чи-пятный лень Магрипа! Ты че так умеешь? А нет, еще Поете постоянно? Не знаю Кстати, вот у меня Аркадий тоже очень талантливый Он у меня, между прочим, стихи пишет Да закрой ты свою чавкалку Я ж действительно очень талантливый И стихи пишу Мое стихотворение называется «Мне твое молчание словно в уши мед» Мне твое молчание словно в уши мед Так что, Валентина, закрывай свой рот Мы с тобою вместе очень много лет Рот закрой свой, Валя, ты наш пингалет Ты, наверное, скажешь, что я группы резок И я отвечу «Валя, захлопни хлебовеску!» Сильную имеешь надо мною власть Если не открыта твоя, Валя, пасть Ты посмотри, как тихо слышно, как муравьишка сухую муху несет А все потому, что, Валя, ты закрыла рот И нет другой такой бабы в мире Что сейчас со мною живет Чтоб могла бы так же, как моя любимая Закрывать свой поганый рот Я люблю тебя Рот, Валя! Ну чё? Не слишком по-детски? Чё думаете? Я думаю, водочки всё-таки маловато будет Ладно, мужики, вы пока идите на балкон подышите А мы тут с Магриппой пошушукаемся Хорошо, пошушукайте Азамат! А? Как шушукаться? Я не знаю, людям всегда прямо в лоб говорю Не знаю Наверное, откуда я знаю Магриппа, давай по меню пройдёмся Сделаем два горячих обязательно Нуля, думай, салатико три хватит Фруховую нарезку сделаем Чайный стол Чем absolvies Эй! Я чё, одна шушукаться буду, что ли? А? Если спроси скажем, стук по крыше Да я клянусь, что нас не будет слышно Мы с тобою будем тишить травы Ну чё скажешь ты? А чики-пиварук? Нет Ну чики-пиварук? Нет Давай чики-пиварук! Ай! Какой тебе чеки-пибарум? Ты чё, елки-палки? Мы ещё ничего не решили. Идите отсюда. Красавчик. Ладно, чё нам с детьми делать? Я вот так на тебя смотрю весь день, знаешь, я, наверное, против. А вот тогда я тебе расскажу историю, которую я никому не говорил. У меня ж первая любовь в казашка была. Айгюль звали. Айгюль любил её сильно. Всё для неё делал. А родители были против. И нам пришлось расстаться. Зря только обрезание сделал. Мировой ты мужик, Аркадий. Молодец. Ты чё, Аркадий? Иди сюда. Аркадий! На Айгюль мою похож, конкретно говорю. Пошли в дом, хватит. Горька! Яблоки на снегу. Яблоки на снегу. Яблоки на снегу. Яблоки на снегу. В 13-е место. Как сейчас кину? Стоять! Иди сюда. Ты чё, всю мою водочку выпил? Да я ж тебя, падла, убивать буду. Так, тихо, тихо, успокойтесь. Тихо. Тихо. Магрипа. Я не пойму, это чё, уже свадьба, что ли? А чё тянуть тебе, Азамат? Они друг друга любят. Всё течёт, всё меняется. Размах крыльев белоголового орлана достигает трёх метров. Ты чё, гонишь? Просто разную информацию мне говоришь? Я говорю, как так быстро всё произошло? Мы же так мало подготавливались к этой свадьбе. Они так мало друг друга знают. Я, в конце концов, так мало побыл отцом. А я тебе так скажу, Азамат. Опять поют. Вот и дочь подросла, Уже замуж забрали. Нам с тобой, Азамат, Её всегда будет мало. Знаешь, что, Магрипа, Ты сейчас верно сказала, Так устроены мы. Нам всего будет мало. Только, 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 только Этого мало. Только, только, только. Камызякам везло. Всё смылось и настало. Нам опять здесь тепло. Нас опять смотрят мамы. Всё, что было, прошло. Словно и не бывало. Десять лет в КВ. Только этого мало. Только, 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 только. Этого мало Только, только, только Дорогие друзья, ну вот и настал тот момент, чтобы объяснить, куда же все-таки подевался мой ботинок Вы знаете, когда-то давно, в 2015 году, когда мы уходили из КВН Дураки В общем, произошла вот такая вот история Давайте посмотрим, внимание на экран Александр Васильевич Одна маленькая просьба Не закрывайте, пожалуйста, дверь Или давайте даже вот так вот сделаем Так вот, Александр Васильевич Вот, собственно говоря, та самая наша дверь в КВН Вот он тот самый ботинок, вот он тот самый я Вы знаете, вот сейчас вот посмотрите на меня, вроде солидный, серьезный, импозантный мужчина А вот так вот ходить без одного ботинка, знаете, как-то несерьезно Давайте мы с вами так сделаем Я сейчас, значит, этот ботинок забираю Я эту дверь закрываю Спокойно, пацаны, спокойно И снимаем эту дверь вообще к чертову матери с петель Потому что, Александр Васильевич, для нас, КВН, всегда будет мало Мы покинув гнездо Разбрелись по каналам Вроде все хорошо Только этого мало Десять тысяч разных глаз В пятитысячном зале Смотрят прямо на нас Только этого мало Только, 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 только Этого мало Сколько бы мы не возвращались Нам будет мало Только, только, только Вас всегда будет мало Давай! Еще один, два, два Давай! Всегда ваши кабазяки Давай! Ну что ж, еще одно музыкальное домашнее задание И завершит этот конкурс команда КВН «Уральские пельмени Екатеринбург» Александр Васильевич, не хотите в хоре поучаствовать? Тогда Дорогие друзья, сегодня команда КВН «Уральские пельмени» покажет один номер, который просто замечательный Ха-ха! Попался! Что такое? Что такое? Вы что, ребят? Что? Ты будешь в хоре участвовать? В каком хоре я никогда не участвовал? Попался, участвуй! А почему я-то вообще? Просто у нас там один Ушел безвременно Но в пятницу обещал событь А что случилось-то с ним? Ну понимаешь, переставил слова в «Калинки-малинки» Вот хор ему тоже переставил «Калинки-малинки»? «Калинки-малинки» 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 Вон они и идут Я никогда в хоре не пел Вообще, что делать-то? Я не знаю, вообще ничего Да если что-то будет непонятно У меня спрашивай Ну только у меня Понял? Ну че, родненький, поехали Че такое люли? Какие люли? Мы только что пели люли Не пели мы люли? Да как только что пели люли-люли А, люли-люли пели Но не люли же Че ты половину слова спрашиваешь? Я же не понимаю тебя Там че, по люлям вопрос у кого? Не-не-не, это просто Нет-нет, че Это просто наше личное По люлям-люлям Сокол! А че такое пруточка? Ксюш, ты кокошник наточила А я и не тупила Просто кровушку тепленькую Платочком протерла И все Я понял, я понял Пруточка это Сайт такой лошадиный, да? Пруточка ру, да? Все, все Попас Проскакали Дальше Давай, давай Ой, люли-люли Ой, люли-люли Сокол! А че тебе? Че ты? А это те же люли или другие уже? Понял? Люли в ассортименте, широкий выбор, понятно что Не задержимся у кассы, проходим Я согласен Спать положите Вы меня Слушай, ну я не могу не спросить А че, а остальную часть коровы не надо спать укладывать, только вы меня? Если твой друг еще раз перебьет нас, мы ему одинокую встроим гармонь Чтоб слышать, где он бродит до рассвета Мне пора Сука, подожди Стоять! Вы меня? Слышь, вы меня Сейчас будем мы тебя Ребята! Ребята, помогайте, ребята! Опа! Значит, батл! Морислав! Давай, давай, давай! Давай, давай! Может, ты, борышка, паранья Ты за что любишь, Ивана Ты за то любви, Ивана Что на лошках, кудря Я за то любви, Ивана Что на лошках, кудря Что на лошках, кудря Бродушка, кучеря Что на лошках, кудря Поварка! Пельмени! Димон! Ты чё там сидишь-то? Ты чё как лошара-то оделся вообще? Чё с Муруговым сидишь, да? Нового Славика себе нашёл, да? Погнали нормальных чик снимать! Погнали тебе говорю! Микрофон бери и погнали, да? Короче, ты чё? Короче, очкопоны! Если, короче, чика у тебя будут спрашивать, ты за храм или за сквер? Ты за храм, я за сквер! Кому-то по-любому фортанё! Здесь, короче, вахтёр жёсткий! Морду делаешь кирпичом и мимо проходим, и всё! Славик, я чё-то очкаю, подожди! Может, не надо? Да ты успокойся, я тебе сказал! Я ж думал, не скажешь! Ладно, да ты не бойся, он нас не догонит! Я ему недавно нугу оторвал! Погнали! Здесь на Эльмаше такие дела происходят! Вообще бомба! Э, молодой! Я? Сюда иди! Телефон есть, домой позвоните! Телефон? Да! Есть, звоните! Давай! У меня сейчас дома никого, я потом позвоню! Чё, бабки есть? Есть, Головина Петровна! Деньги, Юрий! Э! Э! Широкий! Ты локаторы настрой, папаша! Чё? Сюда иди! Это ты сюда иди! С удовольствием! Я просто меня танцовую! Я тебе говорю, сюда иди! Я подходил вам как-то... Я говорю, а то ты сюда иди! Разберитесь между собой! Сюда иди, я тебе сказал! Э! Сюда иди, говорю тебе! Ты чё? Слышь, пейзаж нарисовался здесь! Какой у тебя пейзаж? Ничего не понимаю! Давай сюда иди, говорю тебе! Понял? Чё, слышь, ну-ка расстояние между нами уменьшил! Чё, математики не было, что ли, в школе? Какой, блин, математики? Сюда, говорю, иди! Русским языком вот этим вот! Чё-то я не понял! Ты понял или не понял, что я не понял? Понял ты или не понял? Ты понял меня? А чё не понял? Ты понял, что я тебе сказал? Говорю, иди сюда, говорю! Я чё-то не понял! Я тебе горю сюда или не горю, иди сюда, говорю! Я тебе все куча! Ты понял меня или не понял? Я тебе горло вру, понял? Я тебе понял, вру, понял! Ну всё, короче, ты сам напросился, блин! Оба-на, масута пошла, давай, давай, оба-шла, чё? Ну всё, чё? 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 Оба-на, ты куда девался-то? Ты чё, лёг, что ли, я не понял вообще? А вот ты где, ты чё, куда ты делся-то? Сюда иди, говорю! Ты чё, давай сюда, говорю! Ты куда опять исчез-то? Ты чё, опять лёг, что ли, я не понял вообще? Ты куда всё время деваешься? Ты чё? Я не понял вообще ничего! Чё ты не понял? Иди сюда, я тебя поговорим сейчас с тобой, ё-моё! Куда поговорим? Давай поговорим! Давай, давай! Давай, ты иди сюда, понял? Давай! Как мужик с мужиком! Как мужики давай побасарим! Давай, иди сюда! Сюда иди, говорю, иди сюда, что ты там не идешь? Ты давай, иди сюда. Иди сюда. Я не понял, как ты это сделал-то? Руки длинные. Коляна, знаешь? Знаю. Счастливой дороги. Ничего себе у нас район-то какой опасный. Полиция, ё-моё, ну где же ты, когда так нужна? Иди сюда. Иди сюда, я тебе говорю. Ты лошара конкретная. Если тёлка стрёмная, это не значит, что она стопудовая. Ты только что чуть дорого и скользяк не склеил, ты понял? Короче, сейчас новый ход. Подходишь к Чике и говоришь, я пилот уральских авиалиний. Если что, на кукурузу по-любому посажу. Ты понял? Ты сюда. Короче, смотри, вон Чика сидит нормально из голоса. Уже развернутая. Даже петь не надо вообще. Иди, короче, к ней. Это стопудовый вариант вообще. Мне один хоккеист рассказывал. Короче, здесь Урал, здесь надо прямо и жёстко. Подходишь и говоришь, Пелагея, погнали тютюниться. Я тебе отвечаю вообще. Прям так и говори, что ли? Прям так и говори, давай. Нет, Слайк, может не надо, я не знаю, что ли. Может не прокатит ещё что-то есть. Да ты успокойся, я тебе сказал. Я понял, я понял. Хорошо. Сто пудово вообще. Это, ну как его? Пи-пи-пи. Пи-пи. Пилагея. Па-па-па. Па-па-па. Ну, тю-тю. Па-па-тю-тю. Тилагея нагнали. Чё, тю-тю-тю-тю-тю? Тебе надо в железнодорожную поступать лошарам. Чё я лошара, сам ты лошар. Тя в жюри посадили, ты пол конкурса за кулисами провёл. Нормально? Нет? Иди обратно, садись. До конца жизни будешь. Таблички в жюри. Тюри-босик. Пацаны, пацаны, выходите. Когда-то давным-давно мы показали один номер, который нам тогда помог победить. Вот этот номер. Не скажут дети дружно, весело и честно. Спасибо, Александр Васильевич, за наше счастливое детство. Прям смешно. До сих пор смешно. Дочка моя, да. Ну мы подумали, нам тоже сегодня надо побеждать. А что не повторить номер, если он помогает, да? Настя, доченька, иди сюда. Давай. Давай. Настя, давай. Как тогда? Давай. Прочитай стихотворение. Так, давай. Настя, ну очень надо. Ну прочитай стихотворение. Нам очень надо. Вот так вот вообще. Тебе надо? Ты читай. Дома поговорим. Дяде Маслякову прочла ты стих когда-то. С тех пор все изменилось, немного подросла ты. И то стихотворение я переделал малость. Спасибо, Вячеслав Морогов, за нашу счастливую старость. Дорогие друзья, и в конце мы хотим сказать несколько добрых слов. Я, как выпускник школы КВН, хочу пожелать молодым КВНщикам почаще оставаться на второй год. А я хочу пожелать молодым КВНщикам, которые сидят в этом зале хотя бы раз в жизни, увидеть Гусмана спереди. А я хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мною мчалось, за мною вслед. Я так хочу, чтобы маленьким взрослым удивительные звезды дарили свет. Лето, ах, лето, лето звездное, звончий пой. Лето, ах, лето, лето звездное, будь со мной. Ну, и на правах хозяев мы не могли этого не сделать, мы не могли не подарить Александру Васильевичу подарок. Александр Васильевич, мы хотим вам подарить то, что вы никогда ни за какие деньги сами себе не купите. Никогда. Мы хотим подарить вам нашу финальную песню. Все давно решено без возврата, Не покинем родные края. Здесь под стол мы ходили когда-то, Здесь мой дом, здесь моя семья. Будет жизнь в этом городе счастье, И увидим когда-нибудь тут. Как и в солнечный день, и в ненастье, Люди к храму по скверу идут. Даже если порой не тут мы, В этот город стремится душа. Я читаю стихи проституткам, Коль они с берегов шартажа. Здесь рождаются люди простые, Здесь рождается много легенд. Президент самой первой России, И планеты одной президент. Я люблю этот город разный, И повсюду теперь на земле, Все узнают, какой он прекрасный. Благодаря великой игре! Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, дорогие друзья, это все, что хотели показать вам сегодня команды, участники этого, я бы сказал, исключительного Квеновского вечера. Ну, интересно, конечно, что по этому поводу скажет жюри, поэтому, чтобы послушать жюри и еще повидаться нам всем вместе, я команды приглашаю на сцену. Прошу, выходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые члены жюри, вы сейчас выставите оценки за этот конкурс. Сумма, понятен станет победитель, но пока по несколько слов или по несколько фраз, у вас свои впечатления. Пожалуйста, Вячеслав Муробов. Прошу, Слав. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще раз добрый вечер. Ну что, встреча выпускников просто получилась какой-то сумасшедший, ураганный, замечательный, гостеприимный город. Какие классные люди, прекрасные команды, столько шуток. Да, давайте аплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ Что это было бы здорово, потому что сегодня потрясающие два часа. Я, знаете, говоря таким хоккейным языком, даже в какой-то момент показалось, вот в КХЛ есть «Игр всех звезд», и сегодня вот мы эти звезды были на сцене, звездные команды, звездные составы. Вот если говорить о разминке, это вообще просто классик, это мастер-класс, старая добрая разминка, классные шутки. АПЛОДИСМЕНТЫ Прекрасная импровизация, и даже тройка Юлиуса Маламоновича все напоминала о старом добром КВНе. Не сыпь соль на раны. Отдельное спасибо Сереже Солакову. Ногу, конечно же, в кабинет обязательно. Я ее знаю, где поставлю на место. Здесь вот несколько раз упоминалось, и когда с нитью проходило, что вот какие-то каналы упоминались, и здесь стоят КВНщики, которые сегодня работают на разных других каналах. Я скажу так, просто этой сцены не хватит для КВНщиков, которые вышли отсюда. И за это вам спасибо, Александр Васильевич, за наше счастливое настоящее. Спасибо. Спасибо. Владимир Шахрин, пожалуйста, Малыш. Я живьем в КВНе был, по-моему, в конце 90-х годов, да, мне кажется, где-то году в 98-м. Был очень недолго, был сюрпризом, поэтому меня прятали за сцены, потом вывели в конце игры. Мне пнули под зад ногой, это так было, и отправили обратно. Вот сегодня я целый день, вернее, всю игру посмотрел КВН, вот нормально, по-человечески, и мне очень понравилось. Это было очень весело, задорно, и с хорошим драйвом. Спасибо вам большое. Спасибо, Володь. Филагея. Ох, друзья, спасибо вам огромное за сегодняшний вечер. Это было что-то невероятное. Я вся в мурашках все эти два часа, и поплакала, и, конечно же, посмеялась. Да, я очень рада, что Екатеринбург увидел эту уникальную атмосферу. И, друзья, я хочу вам сказать огромное спасибо, потому что, конечно, ваша энергия тоже очень чувствовалась, и мне кажется, да, если бы не сегодняшние замечательные зрители, это тоже бы не получилось настолько тепло, по-особенному. Но, ребят, я, правда, по-белому завидую вам. Я бы мечтала вернуться вообще, и хотя бы еще раз побывать... Почтем. В самом... А я приду. В общем, друзья, вы замечательные. Все спасибо вам огромное. Возвращайтесь еще, пожалуйста. Спасибо, Коль. Спасибо тебе. Михаил Голустян. Еще раз. Из того, что ты видел... Из того, что я видел, да. Когда присутствовал, да. Я прежде всего, конечно, хочу сказать, какой, ну, просто потрясающий зал здесь построили. Это... Я как только зашел сюда и увидел, ну, это просто огромный и столько людей. Очень красивое место. Вот. Потом, конечно же, хочется взять полный букв поганый рот, искать Магрипа Харипулаевна, прям вот от души, ребят. Очень философская дверь, вот, Азамат твоя была, конечно. Хочется, чтобы прям был такой термин, Азаматова дверь. Вот, чтобы это было про тех КВНщиков, которые не хотят уходить из КВНа. Звучит немножко странно, но... Ну, и тем не менее. Да. И что касается пельменей, вы когда в 2000 году выиграли этот сезон, стали чемпионами, мы тогда играли с вами, утомленными солнцем. И я помню, Ярица подошел ко мне, снял с себя свою медаль и мне подарил. Ты подарил мне свою медаль чемпиона. А мы в 2003 году стали чемпионами, и я ему подарил свою медаль. Так что преемственность поколений есть. Я вас поздравляю всех, ребята. Вы все крутые. Спасибо большое за игру. Спасибо, Миша. Юрий Соломонович, вам слово. Добрый вечер, дорогие друзья. Действительно, вот мои коллеги сказали, это понятно всем в этом зале, что был чудесный, волшебный, замечательный вечер. И у меня было все прекрасно. И зал, и зрители, и традиции, и, конечно, команды. И, конечно, была чудесная телевизионная передача. Но скажите мне, что самое интересное и невероятное было сегодня? А сегодня было самое невероятное то, что на сцене стоят не просто команды КВН, а стоят суперзвезды отечественного телевидения. Люди, морально состоявшиеся и материально обеспеченные. И по одному звонку своего президента Александра Маслякова, они все приехали и сражаются с этим драйвом, неутомимости и азартом, такой, какой мы видим в самом начале сезона уже много лет. И даст Бог, это будет продолжаться всегда. С праздником и с общей вашей победой! Спасибо, Исаав Васильевич! На здоровье, Юрий Соломонович! Дорогие друзья, уважаемые судьи, это я к вам. Пять баллов максимум. Три команды. Сборная Камазякского края по КВН. Прошу. Все судьи пять баллов. Музыкальное домашнее задание. Команда КВН, город Пятигорск. Пять, 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 четыре, четыре. Музыкальное домашнее задание. Команда КВН, уральские пельмени. Все судьи пять баллов. Спасибо. Спасибо. И теперь, пожалуйста, редакторы. Чем дело кончилось? Внимание, итог игры. Команда КВН, Пятигорск. Четырнадцать баллов ровно. Команда КВН, уральские пельмени. Четырнадцать целых четыре десятых балла. Команда КВН, уральские пельмени. И сборная Камуизакского края по КВН, четырнадцать целых восемь десятых балла. АПЛОДИСМЕНТЫ Давай. Поздравляю. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, ну, спасибо, спасибо, конечно, всем. Мне кажется, что вот особенно сегодня, на таких встречах, но особенно сегодня, важна просто все-таки даже не игра. Важна сама встреча, которая состоялась, команд друг с другом у меня с командами, у вас с этой тройкой КВНовских команд. Ну, и заключительная песня должна прозвучать, как мы договорились с командами. Все будут петь, и я попрошу, Володя, поскольку на твою музыку, на твои слова, с добавлением своих слов, присоединись, пожалуйста, к КВНщикам. Выходи на сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вижу, я снова вижу тебя таким, дерзким, бесшабашным и молодым. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ